Вот и январь. У кого-то снег, сугробый мороз, а у нас грязь и слякоть, хотя снежочек выпал. Но напоминаю, что сегодня 6 января. В ночь будет Рождество. Но у нас зима только напоминает о том, что всё-таки зима абсолютно неожиданно. Не могу не снять. Ну просто красота. А я сегодня решила посетить парикмахерскую. Слегка сменить имидж, подстричь волосы, привести себя, ну, типа в порядок. Вот парикмахерская где-то в посёлке Строитель, на улице Придорожная, где-то на первом пятаке какой-то салон красоты Цирюльник. Ни разу я там не была, но, говорят, там одни из самых дешёвых стрижек у нас в городе. Вот, 150 рублей стоит стрижка и 200 рублей, если ты будешь сушить. Но если тебе не надо сушить, то просто 150 рублей. Загнать меня в парикмахерскую это дело сложное. Но сейчас дочь придёт на остановку, поедем мы в сторону Строителя, посмотрим вообще, получится у меня эта затея или нет. Ну, попробую что-нибудь заснять в этой парикмахерской, не знаю. В общем, время покажет. Блин, а рукам холодно, прям подмерзают. Всё-таки морозить есть какой-то. Если верить табло, ближайший автобус до Строителя номер 23 придёт через 7 минут. Субтитры подогнал «Симон» Ну, вот остановка «Первый пятак» или как он там, микрорайон «Северный». А вон через дорогу, это самая парикмахерская. Идём на пешеходный переход. Надеюсь, что народу там не очень-очень-очень много. С такими-то ценами. Ну и что это за стрижка за 149 рублей? Посмотрим. Надеюсь, выйти оттуда мне будет не страшно. Даже есть указатель. Ну что, народу никого не было. Ну, было, но вот так теперь выгляжу я. Вот так теперь выгляжу я. Стоило мне это всё 150 рублей. И даже за сушку и укладку почему-то ничего не взяли. Удивительно. Что же, а мы вышли из парикмахерской. Будем рекомендовать это место всем, кого знаем. Идём дальше. Интересное здание. Слава труду! На то он и строитель. За Ленина!